Приветствую всех зрителей своего канала. В предыдущих сериях я в общих чертах сам познакомился, надеюсь вас познакомил, с дополнением недавно вышедшим Корсаром каждому своему названием «Последний урок». Теперь, я думаю, стоит оценить всерьез уровень сложности этого дополнения, а лучше всего это делается на максимальной сложности, а не на отчаянном Корсаре. И я обратился к своим старым сейвам, своего прохождения как раз отчаянного Корсара. И вот я показываю начальную точку, с которой я буду начинать. Сейчас Шарль-де-Мор только что фактически выполнил «Карибские нравы». Ему нужно плыть на Гваделупу, получать заключительное вознаграждение по этому квесту. Я показываю, что из себя представляет Шарль-де-Мор. В общем, он не прокаченный персонаж четвертого ранга. Также у него, видим, несколько офицеров. Ну, я думаю, тем, кто смотрел много серии отчаянного Корсара, они уже хорошо знакомы. А именно Бах, Лего, а также Перьята. Я даже помню их фамилии. Что называется, много Шарль с ними проходил. И много различных событий с ними переживал. В общем, Шарль сейчас отправится на Гваделупу. Я думаю, сдаст квест «Карибские нравы». И далее мы уже будем проходить различные квесты дополнения. В общем, я решил, что здесь я также буду в общих чертах показывать, что и как делать. Не думаю, что я буду показывать всю боевку. Иначе это растянется на очень длительное время. Ну что ж, в общем, начинаем прохождение на отчаянном Корсаре этого дополнения. В общем, я показал начальную точку. Сейчас мы посмотрим журнал. Видим, что «Карибские нравы» как раз в той точке, где надо плыть на Гваделупу. Шарль продал парк. Он сейчас на Кюросау. Я думаю, что мы плывем сразу на Гваделупу, минуя Мартинику. Вы видите статистику. Ну что ж. Заправляемся на Гваделупу. По пути Шарль натыкается на морское сражение. Пираты воюют с голландцами. Я думаю, что поможем голландцам. Но далее я решу, что я буду конкретно записывать в данном прохождении. Видим, что у пиратов всего один корабль. Я думаю, с самого начала я запишу, что нужно делать. Видимо, каким образом прокачиваться. Для тех, особенно, кто не смотрел «Отчаянного корсара». Но, естественно, все бои в джунглях, в тавернах, на море я показывать просто не смогу. При всем желании. Тем более, здесь все-таки основная задача состоит в том, посмотреть, каким образом это дополнение вписывается вообще в игру на этом этапе. На «Отчаянном корсаре». Вот, пожалуй, наверное, так можно сформулировать основную задачу. Естественно, здесь, на «Отчаянном корсаре» проходить все сразу, что называется, с листа. «Отчаянном корсаре» без прокачки не получится. Поэтому прокачка и выбор моментов, а также последовательность нахождения квеста – это важно. Я думаю, что именно этим я здесь и займусь. И вот важнейший элемент. Это, безусловно, что называется, не пропускать удачных моментов для атаки кораблей в море. Вот это как раз тот случай. Поэтому я все-таки решил записать этот, вообще-то, несложный эпизод. В крайней мере, как я надеюсь, значка абордажа не появляется, хотя у Шарли есть сегодня как ботсман. И даже более-менее прокаченный. Но вот, они сдаются. Тем лучше. Я даже думаю, что это крайне удачный вариант, так как мы возьмем в плен капитана, а он, скорее всего, прокаченный малый. Здесь как раз у Шарля прокаченные оппоненты. И при необходимости, я думаю, Шарль сможет его нанять. Ну, теперь назначаем капитана этой Тартаной и двигаемся к направлению в Эдолопе. Пока Шарль не закрыл карибские нравы, Пинет к нему не подошел на Гваделупе. Из этого можно сделать вывод, что пока мы не получим 400 дублонов по этому квесту. И квест не уйдет в архив, я имею в виду карибские нравы. Дополнение не начнется. И квест, в частности, ценность с молчанием не получим. И в этот день, я так понимаю, не получим. Ну что ж, посмотрим, может быть, Шарль получит его на следующий день. Я решил начать именно с этого квеста, потому что начало здесь вообще ни к чему не обязывает. И вполне можно доставить Пинета с его двумя спутниками в залив Москитос. Получить 30 тысяч фактически на халяву. А далее выполнять этот квест, как я понимаю, можно существенно позже. Но также я записываю, здесь Шарль пошел на джунгли. Я обещал, что тут записывается, что у нас делать Шарлю. Но, естественно, Шарлю нужно прокачиваться. Ему нужно, во-первых, набирать офицеров, во-вторых, прокачиваться самому. Вы могли заметить, что, когда я играл за отчаянного Корсара, естественно, я взялся в начало перка обменопытом. Поэтому Шарль просто ставит офицеров на должность. И, соответственно, они тоже получают опыт. Ну что ж, надо будет отвезти девушку теперь в Пастер. И действительно, уже на следующий день подходит Бертран Пинетт. И хочет зафрактовать судно Шарля для доставки его и двух его спутников. С залива Москитос за два судука с дублонами. Получается, что дополнение, в частности, этот квест, ценность молчания, открывается сразу после закрытия Карибских Уралов, если Шарль их берет. Теперь надо будет в 10 часов стандартно на пляже Капстер забирать там Пинета и двух его спутников и двигаться к заливу Москитос за 10 дней. На Шарль, естественно, не теряет время дару. Снова идет в джунгли. Будем здесь драться с очередными бандитами и прочими. Как и в прохождении на отчаянном корсаре, думаю, что я запишу несколько баев в джунглях, чтобы, опять же, показать, что делать, как делать. Естественно, всю прокачку, как я уже сказал, снимать я не буду. Не имею абсолютно такой возможности, потому что на отчаянном корсаре прокачка идет медленно. Те, кто видели статистику Шарля на отчаянном корсаре, могли заметить, что там для серьезной прокачки надо убивать сотни и даже тысячи оппонентов. Кстати, девицу, которую Шарль спас в джунглях, вот эпизод, который мы видели, она наконец-то дала задание девицам в джунглях. Это задание по сбору джемчуга. Она, оказывается, собирала этот джемчуг для своей хозяйки, которая рассыпала свое жерелье, послала служанку, так сказать, этот джемчуг, как иголку в стоге сена в джунглях. Шарль вызвался помочь служанке. Она дает задание собрать несколько больших и маленьких жемчужин. Маленькие у Шарля уже были. Большие он очень удачно купил у индейцев сразу же в джунглях. В результате она дождалась сразу в тот же день, в церкви и дала ему в обмен, знаете, жемчужины, во-первых, камешки, во-вторых, она дала ему амулет. Правда, я не думаю, что Шарль серьезно выиграла от этого квеста, потому что амулеты, в общем, спокойно надо купить. Опять же, цыганок и попов, и у торговцев всяким плавом, поэтому... Не очень я понимаю, здесь квесты, где даются в качестве награды, скажем так, нередкие амулеты, хотя амулеты здесь совершенно не являются какой-то вещью, которую трудно достать. И так. Но, тем не менее, я говорю, что этот квест, в общем-то, я еще не проходил, как-то я с ним не сталкивался здесь, в Корсарах каждому слою. В Блиц-игре я несколько раз задавал вопросы этим девицам из джунглей, но, тем не менее, они каждый раз задавали такое задание по сбору жемчика на этот раз. Шарль его получил, подозревая возможность, сделаю ранги. Шарль сейчас очень маленький ранг, может быть, поэтому эта девица дала это задание, но, тем не менее. Шарль продолжает ходить по джунглям, здесь разбираться, со всеми, кто встретится. Но, также, можете заметить, что сейчас я качаю легкое оружие, хотя, естественно, Шарль здесь атлет, и он, безусловно, в самых сложных квестовых боях будет пользоваться тяжелым оружием. Легкое оружие я прокачиваю для того, чтобы набрать как можно больше личных перков, которые помогут Шарлю в дальнейшем прохождении квеста дополнения в последний урок. Здесь, действительно, боевки немало, некоторые, я думаю, на отчаянном концере будет совсем непростая произведение. Надо хорошенько прокачать Шарля. И моя задача здесь показать, как это делать. В частности, нужно качать все виды оружия, легкое ручье качает джунглер, так как в тавернах при опьянении именно легкое оружие в первую очередь страдает, умение владения минэйм. Я думаю, что, наверное, я покажу почти все бои, пока Шар движется от Годелупы до залива Москитос. Я решил, что поплыву я по Южному Мейну. Хотя, возможно, быстрее было бы все-таки плыть через Кубу. Я думаю, Шарль может вполне заглянуть и на Тринидад и Табага, и на Барбадос, возможно, и Куману, то есть джунгли, который окружает Куману. Хотя, возможно, и стоит этим заниматься, я подумаю. Может быть, Плэви он по более быстрому маршруту, именно через Куросал. Вообще, 10 дней это просто за глаза, если учесть, что Шарль может плавать гораздо быстрее, чем я делаю в ознакомительной версии. Ну, а пока Шарль прокачивается, и, безусловно, как я сказал, запишу я несколько боев. Сразу после 10 вечера Шарль высаживается на пляже Капстер, чтобы забрать Пинета из двух полуспутников. Короткий разговор с Пинетом он отдает один из сундуков с дублонами. Шарль предлагает им подняться на борт. Пока нет продолжения, но я помню, что продолжение будет сразу после того, как Шарль сам сядет на корабль, выйдем в море. в море. Ну, а вот появляется запись сюда в журнале и выдвигаемся в залив москитос. Шарль прибыл на Мартинику в Сен-Пьер он заходить не собирается. Он высадился на пляж в Ламонтен и теперь также устроит путешествие по джунглям. Видим, что началось оно очень бодро. Здесь четыре индейца, которые хотят разорвать Шарль на части. Ну, в общем, я уже попробовал сунуться в Сен-Пьер. Здесь действительно эти квесты могут выполняться одновременно. Шарль тут же подбежал в помощник плотника и начался квест Смоленый Пес. Шарль сейчас совершенно не готов к выполнению этого сложного квеста. По крайней мере на этом уровне сложности точно. Я думаю, что этот квест Смоленый Пес я буду брать ближе к 12 ранге или вообще на 12 ранге. Тогда у Шарля будет совершенно точно. Штурман с навигацией больше 45 и у него будет корабль 4 ранга. тем Robert Combine на хвы и не уб제 ни 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 для экономии времени хотя здесь шарлю все-таки достается с этими противниками видим по крайней мере с тремя точно он также напомню что у типа персонажа атлет сразу есть перк соответствующий на хорошую жизнь вернее на отличное здоровье здоровье у него ухудшается намного меньше намного медленнее чем у других персонажей с самого начала что здесь это может все позволить получать больше ран здесь на вортинике безусловно шарль вполне может зайти на порт для франсуа так что без таверна он все равно не останется что замечательно я думаю что если уж шарлю достанется немного больше чем я ожидаю вполне можно зайти в таверну там провести время с подавальщицей соответственно улучшить здоровье таким образом но также можно переночевать в таверне будет поэтому здесь мы особо ничем не рискуем еще раз подчеркну значит эти квесты в дополнение последний урок их можно выполнять параллельно то есть открытие одного квеста совершенно не означает что вы не откроете другой пока не выполните тот который открыли это и хорошо и плохо безусловно я его лично честно сказать в плане игры то есть в плане удобства и пока мы его не выполним то могли спокойно выплывать во всей французской колонии не получая раньше чем хотелось у квеста но видим что это невозможно такая же ситуация в общем с Порту Прэнсом Гранд Альбалате там квест там такой же квест в общем как и ценность молчания первое задание когда мы открываем квест выполняем а дальше так понимаю мы можем на неограниченный срок отложить его продолжение в конце концов из Порта Прэнса в Санто Доминго можно пойти видим когда угодно все гораздо сложнее со смоленым писом ну на Тартуге там вообще простенький квест я думаю что шар вполне может туда заглянуть прямо сейчас в принципе так же не сложный квест на мой взгляд мышеловки там тоже в общем то особо ничего не нужно но я думаю что шар вполне может на шлюп исправиться но если только конечно ему там на этой сложности доставить в качестве противника не шлюп а нечто другое посмотрим на эти боевки я еще раз подчеркиваю я показываю в плане того чем шарль заниматься будет в основном между собственно выполнением квестов я это подчеркиваю в начальном корсаре повторю сейчас моя концепция здесь простая обмен опытом скачаем себе абордажник таким образом офицеров для морского боя шарль будет нанимать тогда когда он повысится в ранге сейчас они ему в общем не так уж что бы очень нужны прокачка для меня личных перков и личных способностей всегда была на первом месте хотя здесь как раз для прохождения последнего урока на мой взгляд самое сложное это будет бой в море по смоленому псу по самому заданию захвата этих смоль я считаю что самое сложное задание во всем наверное в этом дополнении включая даже самый последний квест все таки на мой взгляд самое сложное задание это будет по захвату смол ну по крайней мере такая моя оценка поэтому самый сложный бой здесь будет как ни страшно морской для него понадобятся и приличный корабль и приличного офицера вообще у меня есть такое подозрение что там могут быть вообще не такого рода корабли на чайном корсаре там могут быть корабли посильнее чем те которые были при моем знакомстве на Ольном пирате поэтому к этому бою конечно надо будет очень серьезно подготовиться ну чтобы там не мучиться не сливать не перезагружаться по десять раз не сливать выстрелы т.д. и т.п. в общем я вкратце обозначил план действий для себя это в общем-то говорил в этой серии основном я обозначаю каким образом шар собирается готовиться пополнение прежде всего сухопутной боевки в этом дополнении прекрасно понимаю что без прокачки на чайном корсаре за эти задания которые есть просто не пройти либо пройти крайне сложно если вообще возможно но наверное с очень большими сливами думаю что даже с подготовкой серьезно их будет пройти непросто опять же среди сухопутной боевки я бы выделял тот же самый смоленый пес а именно бой на берегу бухты Морнло очень хорошо кстати что все эти трудные бои они сосредоточены в одном квесте ну по крайней мере этот смоленый пес на мой взгляд вообще стоит особняком и как я уже сказал его я скорее всего буду проходить в последнюю очередь и скорее всего я его буду проходить уже с профессиональным фехтовальщиком по крайней мере я очень постараюсь получить его в 12 рангу возможно я даже здесь пожертвую скажем так такими перками например как растущая жизнь и растущая энергия по крайней мере пока зато обязательно возьму критический удар профессионального фехтовальщика тяжелую руку ну вот индейцам естественно настал конец хотя они шарля тоже подсокали но в общем на ускорение 0.75 как правило в такой боевке это неизбежно получать повреждения шарлю предстоит здесь долгий путь правильно говоря я думал честно что перед началом этого я надеюсь достаточно недлинного и короткого прохождения не начать ли мне сразу сохранение где шар ну скажем на десятом ранге где он уже очень сильно прокачивает бояз но подумал что это может быть совсем не естественно так как все таки наверное до десятого ранга шар не может не плавать по французским колониям это было бы уже чересчур естественно поэтому я взял герой 4 ранга и буду проходить прокачивать заново ну вот и все ну вот и все локация входа в пещеру шар натыкается в очередной кондругану я думаю шар с ним разберется достаточно быстро и всего любая и 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 надо его провоцировать на это. В прохождении Зачайного Корсара я, по-моему, даже не раз использовал в сравнении применения различных видов оружия в различных боях, в различных вариантах прохождений. Должен сказать, что легкое оружие, конечно. Достаточно эффективно, наверное, при сражении с несколькими противниками. Причем в таком режиме, когда мы с ними деремся один за другим. Пожалуй, вполне, например, в этом дополнении можно использовать в Гранде Альбалата, там, где мы будем бить троих бандитов в его доме. Я думаю, в таких примерных ситуациях легкое оружие действительно эффективно. Ну, посмотрим, может быть, я тут эпизод также пройду различными видами оружия. Уж как будет со временем и желаниями. Ну, вот и здесь все. На горизонте очередные бандюганы. Слышим, что играет боевая музыка. Это такие бандюганы, которые нападают сразу. Без лишних разговоров. Тем лучше не придется с ними драться со всеми сразу. С ними можно разбираться по одному. Ну, как же без шифта? Конечно же. Ну, как же без шифта? Ну, вот эти бандюганы повержены. В следующей локации шарик натыкается на еще одну группу индейцев. Раскрашенные индейцы поопаснее, поэтому я включу большее замедление. Чтобы шарль больше здесь не терял особо жизнь. В общем, шарль, я думаю, серьезно покачается уже даже перед тем, как кажется, в заливе москитос. Но все-таки, конечно, я, наверное, не буду записывать больше всю эту боевку. Иначе ближайшие серии превратятся в одни сплошные сражения с индейцами, пиратами и всеми остальными в джунглях. Хотя вы можете писать. Если вам это интересно, то я могу записывать больше эти бои. Задача здесь, конечно, все-таки другая. Как я выше обозначил, мне здесь важно показать, каким образом подготовлюсь к выполнению. К квестам дополнения. Я думаю, что я уже достаточно доказал, что надо интенсивно прокачиваться в джунглях. Я думаю, что сниму я еще эпизоды прокачки в таверне. Там шарль, я думаю, будет использовать тяжелое оружие. Но также не забываем первый эпизод нападать на все, чуть не сказал, плохо лежащие корабли на глобальной карте. Но действительно нельзя здесь пускать возможность напасть на, скажем, слабых противников и получить, в частности, например, какой-то пленного футана высокого ранга. Или, тем более, в удачный случай пустить встречу с потерпевшим кораблекрушением в море. Как раз на этом уровне сложности это большая удача. Там можно слить очень хороших футсеров. И здесь я не буду этим брезговать. Что называется в этом варианте и в этой игре я буду использовать все возможности по максимуму. Но, конечно, я не буду тотально сливать, безусловно. И, тем не менее, улучшать свои позиции я буду. Я думаю, что, скорее всего, сложность этого дополнения на чилинг-кассари рассчитана на такую игру. Для тех, кто, скажем так, любит улучшать свое положение, действовать максимально эффективно, не упускать возможностей, не брезговать, ну, скажем так, определенным сливом, конечно, не тотальным, но в рамках разумного. Что называется, каждому свое здесь, действительно. Кому-то проходить без сливов, совсем без загрузок. Но, скажем, на сложности, я не знаю, в среднем где-то, чтобы было достаточно сложно. Кому-то быстро прохождение, ну, вот как я делаю в лице игре, где, собственно, игра вообще фактически в одной жизни. Ну, а кому-то отчаянный корсар, но при этом сложная боевка, замедление, ограниченный, по крайней мере, слив. Не знаю, действительно, каждому свое, кому-то, скажем так, хочется пройти максимально, вот как мне, скажем, на отчаянном корсаре. Для кого-то, скажем так, это не так важно. Так что это было. мне лично это интересно посмотреть как эти квесты будут выглядеть на максимальной сложности но видим на этом замедлении шарль естественно уверенно справляется даже с этими более-менее прокачанными индейцами в принципе каждый из них я думаю шарль может завалить с трех пробивающих легко также надо отметить что есть другой вариант можно просто бегать и стрелять правда это скорее вариант для стрелка безусловно тогда идет очень сильная прокачка умение стрельбы естественно она тоже совершенно уредит вообще на минимальной сложности вернее не сложности а на минимальных рангов стрелки имеют определенное преимущество новый взгляд я думаю что как раз эти квесты выполнения вполне возможно было бы поще проходить по крайней мере некоторые стрелком например стрелком который видит аркебузу как бы аркебузу издают по квесту в мышеловке такой персонаж с аркебузой да еще с амулетом кукла Вуду вполне может вынести очень много народу в течение ограниченного периода времени поэтому кто знает действительно может быть именно в квестах этого дополнения стрелок скажем так самый оптимальный персонаж но опять же вспоминая скажем те же варианты прохождение других квестов этого дополнения действительно там стрелок вполне может оказаться кстати ну что ж идем дальше этих перебили и вот шарль уже в заливе москитос он привез сюда пинета и двух его спутников на этом первая часть квеста ценность молчания заканчивается подходит пинет благодарит шарля передает ему второй сундук с таблонами и они уходят ну что ж продолжение следует шарль сейчас я думаю отправиться на английский мейн будет прокачиваться и после некоторой прокачки мы отправимся скорее всего на тартук выполнять квест почти как дома ну видим что рапиры шпаги шарль уже прокачал до 35 теперь как я и обещал покажу парочку эпизодов драк в таверне тем более что здесь видимо с патчем произошли кое-какие изменения теперь в таверне появляются до четырех человек противников раньше было максимум двое теперь четверо поэтому драки здесь становится все жарче и жарче но признаться я лично рад этому изменению хотя конечно я не рад потому что по-прежнему шифт заставляет несколько нервничать как я уже говорил прокачка естественно на чайном корсаре идет медленно поэтому добавление противника я только приветствую на южном мэйне и в Блювельде и в Белизе удобные товарные для драк поэтому шарль я думаю здесь достаточно быстро прокачается прежде всего тяжелое оружие легкое я думаю что среднее будет качать в джунглях тяжелое в тавернах надо сказать что игра карсары каждому слою все более и более набирает мускул здесь действительно уже масса квестов масса нововведений в частности еще четыре человека теперь в таверне нападают на главного героя а не два когда я проходил за отчаянного корсара я отмечал что даже на отчаянном корсаре можно не пройти все квесты настолько их много но я не убиваю сразу естественно своих противников я предпочитаю давать им полечиться чтобы прокачиваться максимально естественно у атлета пирейт сила десятка поэтому прокачивает тяжелое оружие очень быстро собственно и среднее достаточно быстро и легкое так как у него высокий показатель реакция что говорить ответ боец за это мы его и любим поэтому пожалуй даже на отчаянном корсаре прокачивать его можно по крайней мере быстрее в плане оставание других персонажей и 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 Больше, естественно, прокачку Шарли я показывать не буду. Эта серия и так, в общем, посвящена практически подготовке. Я думаю, что в конце этой серии я сниму прохождение квеста почти как дома. Прохождение других квестов уже будет в следующих сериях. Естественно, никаких других заданий или квестов здесь я выполнять не буду. Прохождение 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрим различные варианты выполнения квестов Если предыдущие серии посвященные этому дополнению Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь знакомство еще раз подчеркну Прежде всего с боевкой С уровнем сложности Поэтому здесь я хочу посмотреть Различные варианты То есть где встать Кого сначала убить Кого потом Такого рода вещи Они не менее важны на мой взгляд И не менее интересны Я уже много раз отмечал Прохождение Зачейного Корсара Что меня в Корсарах каждому слову В первую очередь интересует Боевка Сфехтование Морские бои И только во вторую Квестовая составляющая Хотя конечно же Квестовая составляющая Меня тоже интересует Безусловно Но тактика боев Мне очень интересна Поэтому пишите Если вам есть что писать Ну вот Финита ля комедия Сейчас мы разбираемся С этим последним Похожим на Трубаля Из Сен-Пьера И все Шар прибыл на Тартугу Здесь к нему подсвоит девушка Приглашает на неформальный вечер Который устраивает Жена губернатора В комнате для слуг Шары соглашаются Подождем до 6 вечера Или немного позже Перейдем Соответственно В дом губернатора В его резиденцию Здесь Шар встречает Марселину Лавасер Оказывается Что это будет Их личная встреча И Марселина После Любезности Склоняет Шарли К тому Что Он своровал Деньги К ее мужа Шар соглашается Хотя Там есть 3 варианта Но я уже показывал Что Лучше всего Убирать первый На мой взгляд Теперь надо Идти в таверну Разговаривать С пиратом У которого Дубликаты Ключей Сундук Лавасера Оденем Траншейный Доспех Напомню Что у нас Шар Здесь Атлет Существенно Увеличивает Существо Вот Пират Он говорит О том Что Он больше Не участвует В этом Деле Здесь Есть Вариант Я Естественно Выбираю Оптимальный На мой взгляд А именно Замочить Пирата На этом Уровне Сложности Этот Пират Естественно Больт Не один Я Использую Тяжелое Оружие Пират Здесь Легко Подбивает Лошади Поэтому Придется У него Подбивать Энергию Ну Шарль В общем Уже Приличный Боец У него Прокачено Прилично Тяжелое Оружие Владение Им Поэтому Думано Никаких Проблем Особых Это не Составляет Даже Без Замедления С ними С ними Совсем Исправиться Но Видите Тактику Забегайте На Лестницу Драться С ней По Одному Самый Опасный Безусловно Это Самый Пират Который Решил Свалить От Марселина Лавасер Пока Она Не Подставила Ну Вот И Все С Снимаем Опять Гроссмессер Вполне Себе Приличный А Также Самый Главный Дупликат Ключей Для Того Чтобы Появилась Запись Судового Журнала Естественно Надо Войти На Улицу На Следующий День Теперь Надо Идти К Марселине Лавасер Пока Переначиваем Посмотрим Что Здесь За Офицер В общем Офицер Естественно Никакой На этом Уровне Сложности Офицеры Прям Скажу Не Самое Лучшее В Тавернах Лучше На этом Опять же Уровне Сложности Нанимать По-другому Ну Либо Сливать В Тавернах Перейдем Перейдем Практически Нет Практически Практически Места В В В Придется Сейчас Выложить Своим Офицером Назначить Бардажник Но Шарль Никого Не Нанимал Поэтому Видите Что У него Та же Самая Команда Которая Была В самом Начале Проверенные Бойцы Которые Проходят С ним Весь Путь В В В данном Случа Я Назначил Баха И Перейдем Бардажник Мы Сейчас Переложим Баху Все Что Не Нужно Шарлю Из Сундука Там Особо Ничего Тяжелого Не Доставим Но Тем Не Мене Все Равно Нужно Места Хорошо Что Вы Пришли Марселина Лавасара Естественно Предлагает Отдать Дубликат И Прийти Завтра Естественно Шарлю Не Соглашается На Это Напомню Еще Раз Для Тех Кто Не Смотрел Предыдущие Серии Что В Этом Случа Она Просто Обманет Шарля Устроит Сцену Притворится Что Она Вообще Не Знает И Никакой Своей Доли Шарля Не Получит В общем Я Сохраняюсь На В Сек Случа В Том Числе Для Того Чтобы Потом Переиграть Этот эпизод Может быть Другими Вариантами Мы Видим Что Здесь 10 Тысяч Менгароса Амулеты И Сто Вернее 200 Алмазов Вбегает Наемный Убийца Которого Естественно Наняла Сама Макселена Лоса Придется Разобраться На Его Там Говорит Что Не Надо Было С ней Связываться Тем Не Менее Угрожает Шарлю Шарля К сожалению Здесь Нет Достаточно Авторитета Поэтому Здесь Выбор Простой Либо Отпустить Его Либо Добивать В данном Случа Я Выберу Добивать Опять же Напомню Насколько По крайней Мере Мне Известно Для Того Чтобы Нанять Бойца Нужен Авторитет 25 И Выше Хотя Конечно Это Требует Проверки У Меня Когда Я Проходил Навальном Пирате Авторитет Был Выше 40 Но Естественно Что Такого Авторитета На Более Менее Серьезной Сложности Никогда Не Будет Сейчас Например У Шарля Вообще Меньше 15 Или 15 Что То Вроде Этого Наверное Все таки Меньше 15 Да Теперь Перегружаем Деньги Своим Офицерам Так как Марселина Лавасера Естественно Будет Гребить Шарля Опять же Напомню Для тех Кто не смотрел Предыдущую Серию Где я Знакомился С этим Дополнением Если Шарля Оставит Живых Пиратов Таверни И даст 150 Дублонов То В этом Случа Марселина Грабить Шарля Не будет Но я Особой Проблемы Не вижу Просто Перекладываем Деньги И идем В Марселине У Шарли Нет денег Поэтому Она Его Конечно Ограбила Исходя Из журнала Но тем не менее Ночевать Не смогла Ну что ж На этом Квест Закончен Теперь Воспользуемся Сейвом Пройдем Этот эпизод Немного По другому Я думаю На этот раз Шарль Отпустит Головореза Посмотрим Что будет Происходить Дальше Убираем Второй вариант Шарль Отпустил Этого Непутевого Вояка На все Четыре Сторона Посмотрим Доведет ли До добра Шарля Его Жалость Абордажники Уже назначены По прежнему Перекладываем Естественно Деньги Но видим Что на улице Никто не нападает По крайней мере Думаю Ну да Конечно Действительно Бандит Появляется Прямо В апартаментах Мадам Лавасер Марселина Лавасер Говорит Что этот Головорез Был послан Ее мужем Действительно Что называется Это особо Отопрется В любой ситуации Ну что ж Квест Я так понимаю Теперь В любом случае Закончен Разницы особой Я не вижу Что первый вариант Что второй Ну что ж И на этом Я наверное Буду заканчивать Эту серию Продолжение следует Пока